а я насколько широко сейчас представлена ваша сеть плане географии достаточно широко это как минимум польша израиль россия беларусь казахстан мы открылись да я сказал уже в испании сейчас выходим на следующий рынке пока не буду их озвучивать ближайшее время уже открытие а если говорить про рынок россии какие регионы сейчас может быть это недавно открытие были ну по большей части разумеется это рынок москвы и санкт-петербурга потому что ритм жизни именно подходит под нашу структуру потребления но мы хорошие успехи показали в казани при выходе в казань мы показали в сочи очень неплохой сезон нижний новгород тула прекрасно себя чувствуют краснодар у нас есть представленность тоже хорошая кофейня с мягкой посадкой и вот готовим к открытию набережной челны например мы стараемся уходить вот в разные стороны по географии вот на принципе нас не остановить с точки зрения какой-то российской экспансии вы работаете в нескольких форматах насколько знаю по крайне по размеру ваших кофеен какие сейчас наиболее популярны ну по большей части мы все-таки работаем в одном формате это формат to go у нас есть как острова так и отдельные кофейни с разными форматами посадки есть кофейни с полноценной посадкой в регионах на самом деле все чаще мы уходим в направлении именно кофейни с посадки с посадкой но москве мы по-прежнему работаем to go это может быть как остров торговом центре или бизнес-центре так отдельно стоящие кофейни но по большей части все еще это формат to go вот здесь на выставке ритейлер очень много рассказывать про то что сейчас они делают ставку большую на категорию готовой еды у ритейлеров готовая еда кофе в магазинах насколько это для вас большой вызов у нас он всегда был мы торговали готовой едой до того как это стало мейнстримом и развивали это направление раз понимаем вас только большой вызов то что сейчас на рынке становится больше таких предложений ну насколько большой сказать сложно то что вызов безусловно вот недаром говорили про рост рынка доставок компании доставок готовы еды соревнуются в скорости доставок если еще недавно доставка за два часа это было вау не 4 там или вау сегодня то сейчас это уже 15 минутные слоты это 30 минутные слоты экспресс доставок конечно для нас это конкуренция мы этого не скрываем но у нас тоже есть свои сильные стороны мы заводим тот товар именно эмоционального потребления которые доставки себе просто не заведут в ассортимент потому что либо операционно они не смогут с этим работать либо они просто побоятся потому что все-таки есть определенные доли продаж в ритейле это больше классика мы можем делать какой-то упор на что-то чуть более интересное чуть больше прогрессивная наверное но и база у нас тоже достаточно на самом деле сильная мы у нас самый большой вызов это имея меньшее количество квот на витрине сделать ассортимент не хуже то есть если категория готовой еды квоты ритейла это ну не знаю два полноценных холодильника по метр двадцать пять шестью полками в худшем случае или полка бесконечная полка доставок еды которая только складом как-то может себя ограничивать то у нас есть реальные витрины к сожалению и мы в этих витринах должны умудриться закрыть все потребности всех гостей но на данный момент я считаю что у нас получается покупатель как меняется очень сильно какие тренды можете отметить ну первое покупатель взрослеет то есть так как мы изначально были в низком ценовом сегменте наш гость был достаточно молодой и нам очень классно осознавать что достаточно большое количество гостей растет вместе с нами и с возрастом они не меняют компанию где они покупают чашку кофе и какую-нибудь булочку или сэндвич ролл на для нас это очень большой показатель что наши гости взрослее меняя свои потребительские привычки развиваясь финансово не оставляют нас и также какой-то молодняк новая аудитория которая только сейчас начинает иметь свои личные деньги тоже приходят к нам что касается вот именно изменения покупательской способности очень сложно удивлять раньше удивлять было сильно проще и база с этим справлялась чтобы сейчас удивить человека или затащить человека с улицы нужно иметь какой-то абсолютно шикарный продукт на самом деле потому что все больше и больше конкуренции ну и очень большое количество потребляемой информации то есть это запрещенный тик-ток это youtube shorts этого к клипы которые постоянно перелистываются они формируют у людей определенную скорость и темп покупательских привычек то есть люди меняют свои потребительские привычки и тренды меняются сильно быстрее если еще три года назад какой-то потребительский пищевой тренд он мог продержаться ну полгода например он мог прекрасно себя чувствовать и жить отлично и показывать продажи показывает результат это сейчас яркие тренды они три месяца то есть нужно просто больше сил давать на ротацию ассортимента и как только мы проводим какие-то ротация так как у нас есть достаточно большая нас есть график ротации мы не заводим позиции точечно мы заводим ротационными графиками и мы прямо на цифрах видим что люди своим кошельком своим присутствием просто реагируют на изменения витрины как бешеным образом хотят попробовать новое а учитывая то что наша модель все-таки работает на частом посещении и в этом мы кстати очень близки с ритейлом они с рестораном мы не позиционируем себя на самом деле внутри команды как корика стопроцентная потому что наша структура потребления она такая же ежедневная как структуру структуру потребления обычного супермаркета или обычной службы доставки то есть человек нам приходит часто и на маленькой витрине мы должны собственно говоря и ротировать часто вы уже сказали что покупатель повзрослел ценник подрос вообще что происходит сейчас с ценами на кофе как удается все таки чтобы они в небеса не улетели как удается сдерживать ну зеленое зерно учитывая то что у нас собственная обжарка зеленое зерно это валюта зависимое сырье будем честными сдерживать сложно это контрактоваться на большие объемы стандартная закупочная деятельность постоянный поиск новых поставщиков зеленого зерна но на мой взгляд как-то больше нам мешает рост стоимости логистики нежели рост стоимости зеленого зерна потому что на чашку кофе стандартный напиток идет 5 грамм кофе а вот развоз продукции нам нужно делать каждый день то есть здесь а имеете на логистику внутри уже безусловно то есть у нас есть и логистические операторы сторонние и здесь конечно наши кофейни к сожалению они маленькие то есть там мало мест хранения там небольшие витрины у нас нет у каждой кофейни своего склада чтобы можно было организовать логистику там раз в месяц а учитывая какой у нас идет пролив молока и воды на лимонады это бутилированный разумеется это становится очень сложной задачей и сокращение слотов логистики она приводит к выпаду по остаткам вот страдает иногда может пострадать доступность поэтому работа с логистикой это сейчас самое сложное пожалуй что есть то есть все остальное можно как-то пережить можно переформатировать ассортиментную матрицу можно перераспределить искусственно доли можно скорректировать в рамках сегмента вывести ассортимент то есть доработать продукт до следующего ценового сегмента но в плане логистики его все равно придется возить тарифы все-таки считаются за килограмм как себя чувствует франшиза имею ввиду внутри страны насколько сейчас люди готовы покупать и открывать вообще идти в это направление ну нормально нет серьезно как быстро не прозвучал мой ответ нормально абсолютно нормально и есть никаких не замечаете колебаний разумеется но в рамках всех ситуаций в которых мы находимся у нас постоянно и стабильно заключаются договора с новыми партнерами и что для меня на самом деле наиболее важно наши текущие партнеры рассматривают расширение то есть вот этот показатель доверия то есть человека открыл кофейню ему понравилось он открыл вторую ему тоже понравилось он открывает 3 4 дальше то есть как я уже сказал на 400 кофейный у нас около 100 партнеров то есть у нас не одна кофейню одного партнера у нас есть партнеры великаны с большим количеством кофеен 20 кофеен это просто потрясающе вот это на самом деле очень дорогого стоит и этому мы очень рады новые партнеры тоже появляются и для регионов появляются партнеры и для москвы тоже есть так что в данном случае ну конечно учитывая ситуацию в которой мы сейчас находимся желание вложить во что-то свои кровно заработанные конечно у людей фоново снизилась но при хорошем работе дело развития всегда партнеры каковы ближайшие планы вашей команды на чем будете фокусироваться на чем будете фокусироваться ближайшее время ну не хочется открывать именно концепцию зимней линейки потому что для нас это тайна под семью печатями но мы стремимся дать покупателю такой напиток за которым ему захочется вернуться то есть мы очень сейчас активно работаем над ретеншеном над новыми гостями которые приходят возможно к нам из других сетей и сейчас у нас долгое время с начала года был очень большой фокус именно на сильные сезонные напитки и у нас получилось мы достигли тех целей которых мы хотели с точки зрения работы над продуктом мы хотим побольше побольше закрывать потребности именно людей которые хотят для себя открыть какие-то новые вкусы если раньше мы работали со стопроцентным базовым хорошим качественным взвешенным ассортиментом то есть стопроцентным вариантом продажи ну как можно не продать чизкейк но это сложно реально очень сложно то сейчас мы работаем уже с более трендовыми позициями с более трендовыми вкусами смотрим так немножко заигрываем ножкой с рынками полноценной хорики смотрим что у них происходит и адаптируем это под наши возможности наши ценовые сегменты мы сейчас все больше пытаемся закрыть потребность не тех людей которые просто пришли съесть быстрого сахара вкусного качественного но быстрого сахара быстро уйти мы хотим чтобы наш гость возвращался с целью попробовать что-то новое что-то интересное и это на самом деле очень сложно и очень помогает коллаборациями поэтому у нас всегда есть скажем так на чем подумать и как пойти гостю навстречу в этом желании мы желаем удачи спасибо большое спасибо вам огромное